Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. С чего бы мне хотелось, господа, начать? Смотрите, как вы видите, никуда у нас сегодня рубль не пошел на ослабление. Ровно то, о чем я вас и предупреждал, что будет непосредственно с большой вероятностью установка диапазона. Сейчас мы вернемся к нашему вот этому волшебному графику, где у нас все абсолютно наглядно показано. Вот видите, Юань у нас здесь как раз прямо остался в диапазоне, с ним сейчас подробно мы поговорим. Значит, смотрите, давайте сразу, так как у нас сегодня непосредственно подведение итогов, да, то неделю. Мы помним, что на этой неделе произошло самое серьезное событие. Это, конечно же, подняли ставку на 350 байсных пунктов. Ну и прежде всего, собственно говоря, ЦБ и Минфин, так сказать, предупредили всех спекулянтов, экспортеров, что надо продавать, во-первых, экспортную выручку, тем самым стабилизируя курс. Это к вопросу о том, что там Минфин, ЦБ ничего не контролировал, опять же, да. И, соответственно, как говорится, стабилизация курса, она на этой неделе как раз под конец недели и началась. Потому что до этого у нас, мы помним, практически 100 попытались пробить. Но я вас сразу предупредил, что отметка эта психологическая. Никто не допустит этого с большой вероятностью, что и произошло в принципе. Ну и теперь мы видим, собственно говоря, постепенную стабилизацию курса. Давайте быстренько пробежим по календарю. У нас с вами сегодня, в принципе, ничего серьезного не было. Был базовый индекс потребительских цен в Европе и индекс потребительских цен за год-году в июле и в июне. Короче говоря, по большому счету базовые цены в Европе показали, это, как вы понимаете, естественно, данные, связанные с инфляцией. Показали, что, собственно говоря, в Европе инфляция остановилась, но не уже не снижается. До этого она все-таки показывала снижение, сейчас остановилась. Что и требовалось доказать, потому что, понятное дело, почему цены на нефть растут. Цены на нефть растут, несмотря на то, что они вначале были, скорректировались, они сейчас опять начинают восстанавливаться. Но в целом они, как мы уже говорили, они все равно были практически на попытке пробоя 88. Почему это так важно и почему это так связано, естественно, с курсом доллар-рубля, как я уже говорил, для тех, кто, как говорится, канал смотрит впервые, все равно буду объяснять, потому что иначе никто ничего не поймет. Дело в том, что именно цены на нефть определяют основную ситуацию, связанную и с курсом, и с рынками. Они, во-первых, и разгоняют инфляцию, и в том числе сильно очень влияют на ситуацию с бюджетом Российской Федерации. А бюджет Российской Федерации напрямую завязан прежде всего с бюджетным правилом. А бюджетное правило прежде всего завязано с ценами как раз на нефть. Но не на цены на нефть, да, бренд, а непосредственно EUROS, то есть те, по которым непосредственно продает Россия. И вот когда у нас непосредственно получается ситуация, что цены на нефть падают сильно, и, соответственно, бюджет Российской Федерации не добирает, Тогда в рамках бюджетного правила непосредственно Минфин и ЦБ должны принимать решение, как говорится, изъятие денег, что называется, из фонда национального благосостояния по бюджетному правилу и, соответственно, направление их в экономику для того, чтобы поддержать, соответственно, бюджет. Если, соответственно, доходы нефтегазовые выше и вообще экспортные, то тогда, соответственно, наоборот, все эти деньги направляются в этот фонд национального благосостояния. Но проблема заключалась в том, что после заморозки активов, когда произошло, так сказать, СВО и так далее, доступ к этой, как говорится, кубышке фонда национального благосостояния не было. И что делал у нас Минфин, как мы уже рассказывали, мы просто сейчас быстренько в короткой форме бежим, остальное все можно посмотреть в предыдущих роликах, там подробно рассказывалось. Началась эмиссия рубля, то есть непосредственно рубль печатали, потому что как такового физического доступа к этим, как говорится, резервам не было. Приходилось поэтому припечатать эти деньги и на них, собственно говоря, покупался юань. Это все мы делаем предысторию к тому, что потом мы дальше пойдем разбирать. И в итоге получилось, что уже в июне 2023 года у нас по сравнению непосредственно с маем денежная масса напечатана увеличилась аж на 25,4%. Ровно поэтому мы получили с вами как раз такую сильную девальвацию рубля, да, ко всем валютам. Неважно, там доллар и евро, это вообще роли не играло, все было связано непосредственно с напечатанными деньгами, как мы это уже неоднократно говорили. Но цены на нефть для нас имеют огромное значение, господа. Огромное значение, потому что, еще раз говорю, это и бюджет Российской Федерации, от которого, соответственно, бюджетные правила, и, соответственно, данные по инфляции, да. И смотрите, что начало происходить. После того, как цены на нефть поднялись на 87, американцы сразу начали применять свой механизм, а именно давлением доллара. Доллар сразу начал укрепляться и стали его разгонять обратно практически на 104,20-104,40, уже туда его гонят. Это говорит о том, что, конечно же, они хотят снизить цены на нефть. Опять вопросы связаны с рецессией, то есть опять начинаются вот эти дубинки, которые позволяют сбивать цены на нефть. И вот мы видим, что процесс этот пошел, они вначале ее опустили. Но так как все-таки спрос и предложения довольно сильные, нефть у нас начинает восстанавливаться. Смотрите, что происходило с американским рынком. Сейчас, по сути, идет, смотрите, видите, даже американский рынок упал ниже 4,380. Вот я вам предупреждал, что если мы не удержим 4,420, да, то тогда мы пойдем на 4,380. Так оно и произошло. Вот, кстати, сейчас у нас появляется такой сигнал в виде паттерна на S&P 500, на дневной свечке, тест. То есть здесь попытка идет удержание уровня. Если удастся, то тогда, соответственно, могут еще вернуть там за 380, да. Если нет, то, соответственно, как говорится, пойдет ниже. Почему? А я вам сейчас все, господа, быстренько объясню. Смотрите, у американцев есть одна большая проблема сейчас. Связана она с госдолгом США. И вот мы видим, что он распродается. Вот он распродавался, вчера распродавался, позавчера распродавался. Им нужно было срочно что-то сделать такое, чтобы вернуть, соответственно, всех опять в госдолгу США. Как это делается? Это создается кризисная ситуация. Рассказывается про пандемию, про 5-е и 10-е, что все плохо, там рецессии, экономики замедляются. Повышение ставок, что, естественно, что приводит? Сразу начинается расти доллар. Доллар начинает расти. Он давит, соответственно, на все активы. S&P 500 и так далее. Да, я вам сейчас покажу ради интереса просто, что произошло с биткоином. Ради интереса. Вот, видите? Это все происходит на вот таких вот действиях. На вот таких вот манипуляциях. Для чего это делается? Изымается ликвидность. Забираются деньги для того, чтобы направить правильно. Именно вот сюда. В госдолг США. И, соответственно, укрепить в том числе и доллар. Вот оно так у нас и, в принципе, работает. И смотрите, сегодня у нас, как я уже говорил, смотрите, доллар-то рос. Сейчас он просто стабилизируется по сравнению с тем, что было. Но в целом он рос. Вот смотрите, если мы возьмем пятиминутку, то мы увидим, что по факту он у нас, как таковой, сегодня даже выходил в район 103.70 практически. То есть практически на максимальное значение, да? Участвовал, откатил. Но в целом вот оно было в начале снижения. Но опять же, если мы посмотрим с предыдущими днями, как мы видим, это чистый рост. То есть доллар растет. И, собственно говоря, выходило аж на 103.60. Что происходило с долларом рублем? Ничего. Никакого роста не было. Вот смотрите, да? У нас, как обычно, там с утра. И вплоть, вот, если мы посмотрим, там, начало, грубо говоря, вот этих интервенций в районе, там, 10. 10 часов начинается. И здесь, смотрите, конкретно, к 10 часам пошел рост. А что мы видим с долларом рублем? Распродажи. Распродажи. Идем на юань. 10 часам распродажи. Это ровно то, господа, что я вам и говорил. То есть через юань идет сдерживание диапазона. Просто сейчас ЦБ, Минфин контролируют непосредственно диапазон по юаню. Не разгоняет. Видите, мы даже сегодня 12.80 практически пытались пробить. Вот была попытка. Но вернулись. 12.80 пока не пробиваем. Но, что важно, не закрылись мы выше 12.90. Это очень важно. Я вам сейчас все это дело покажу. И это чистой воды интервенции. Это чистой воды сдерживания курса. И если мы пойдем на этот график, здесь все у нас четко видно. Смотрите. У нас юань сегодня четко удерживал 12.80. Не уходил ниже. Попытки были, но он восстанавливался. Но сам факт. Помните, я вам говорил, что когда начнется уже укрепление рубля. Тогда как юань пойдет вот так вот снижая диапазон с каждой свечкой. И каждый хай будет все ниже и ниже. Как мы шли до этого. Когда у нас каждый лоу все время увеличивался. А сейчас мы видим, что здесь конкретно идет снижение. И обратите внимание, закрытие даже вот в прошлый раз мы закрылись ниже 13. И я вам говорил, что если сегодня лишь 13 не пробьем, то соответственно доллар-рубль никуда вверх не пойдет. Также и соответственно не пробили в то же время 12.80. Но закрылись ниже 12.90. Это очень важно. Это говорит о том, что диапазон постепенно снижают. И значит с большой вероятностью рубль к доллару, евро пойдет еще на укрепление. И если мы посмотрим непосредственно. Вот он наш волшебный график. Я же говорил, что мы тоже порисуем, но мы порисуем умно. И вот смотрите, как все четко у нас сложилось в общую картину. Четко у нас не пробивается вот этот 94. Почему? Потому что юань не пробивает 13. Вот у нас все четко получилось. 12.90. Если вы здесь посмотреть, у нас здесь прям фактически уровень проходит в районе 12.95. То есть это 13. Но мы увидели, что медленно, постепенно понизили хай по юаню. Но пока не пробили еще 80. Закрылись неоднозначно. То есть смотрите, видите, с предыдущей, вчерашней свечой практически на минимумах остались. Ни верхние ушли, ни вниз ушли. То есть тут вероятность с большой еще все-таки попытаться пробить 12.80. Хотя мы видим, что здесь не пускают. Все равно как бы подтягивают, все равно удерживают этот диапазон. Но надо учитывать, что сегодня и доллар рос. Поэтому этот момент надо тоже учесть. И в итоге мы видим, что по доллару-рублю, ну вот выше 94 мы так и не вышли. И как я вам и говорил, вот он вот тот самый диапазон. 92-94. И вот как только по юаню мы пробьем 12.80 и пойдем в зону 12.60, вот он у нас этот диапазон. Вот тогда по курсу доллар-рубля мы увидим 91-90.50. Ну там 90.50, 91.50. Вот в этот диапазон. Но это произойдет только тогда, когда юань опустится ниже 12.80. Не раньше. Мы закрылись выше 12.90. Хороший признак на то, что все-таки укрепление может быть. И как я сказал, интервенции у нас центробанком проводятся. Но опять же, обратите внимание, 12.80 пока все-таки не удалось продавить. Ну и по евро, соответственно. Тут у нас тоже картина абсолютно. Обратите внимание, вчера вот я прямо прочертил 103. Я вам сказал, если 103 пробьем, то пойдем, соответственно, опять на 105-106 в эту зону можем вернуться. Если не пробьем, то пойдем ниже. Вот оно сейчас и происходит. По большому счету мы идем тоже в диапазон 101.50-150. Вот, как вы видите, вот здесь вот у нас вчера прям была вот эта шпилька. Ровно на этот диапазон. Высчитан он, господа, исключительно по юаню. Все это высчитано исключительно по юаню. Вот он есть импульсный бар. Один, второй, который фактически и определяет тот диапазон, где будет курс валюты по одной простой причине. Потому что это действие Центробанка и Минфина. Это не какие-нибудь рисунки. Да? А это именно мы понимаем, в каком диапазоне будет работать Центробанк и Минфин. И мы знаем бюджетные правила. Смотрите, если мы с вами немножечко вернемся в прошлое, да, в телеграм-канале, я сегодня скинул. Ну, смотрите, просто чтобы вы понимали, как все поменялось. В 2023 году, как сообщалось, прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 рубля за доллар. Представляете, они предполагали, что в 2023 году всего лишь будет 68 рублей за доллар. При этом в декабре 2023 по прогнозу Минэкономразвития, да, будет достигнуто пиковое значение курса доллара в 70 рублей. А прогнозы по среднему курсу 2024 и 2025 годах составляют 70,9, то есть 71 рубль и 72,2 рубля за доллар соответственно. Вот понимаете, как в 2024-2025 году мы должны были находиться, да, сейчас я покажу. Ну, вот здесь, вот в этой зоне, 72,74, вот он, вот в этой зоне. А оказались мы даже не вот в этой, не 84,82, а вот в этой, 90,92, а сейчас мы практически даже еще выше, 92,94. Почему? Это вот как раз, господа, вопрос к девальвации. Была девальвация за счет эмиссии рубля. Вот смотрите, еще вам покажу еще один факт. Просто те, кто до сих пор не знает на самом деле, что происходило, вот особенно те, кто первый сразу смотрит канал, да, чтобы вы понимали. Вот смотрите, как следовало из оценок ведомства. Около 8 триллионов рублей бюджет получает при ценах на юрос в диапазоне 60-75 за баррель. И объеме нефтедобычи 9-10 миллионов баррель в день. И мы теперь идем, господа, к нашему волшебному графику. Вот он, пожалуйста. Вот здесь велится новые потолки. Это было с мая фактически, да, по июль. Май, июнь, июль. На самом деле он еще дольше был. Смотрите, если мы посмотрим внимательно. Вот он, декабрь 23-го года. Смотрите, сколько бюджет не дозарабатывал денег. С декабря 22-го года. Вот они, потолки цен на нефть. И вплоть до августа. Вот это все не попадало в бюджетное правило. Потому что, смотрите, бюджетное правило было от 60 до 75 за баррель. Но, дело в том, что когда цены были ниже 60, все равно брали из кубышки. 75 мы понимаем, тут не было. Вот 60. А цены падали вплоть до 53. 52. 50. Вот это все было, получается, требовалось забирать деньги из кубышки. Притом, обратите внимание. Написано, что конкретно около 8 триллионов. Это было первое. Вот Минфин уже подготовил поправки в правила проведения расчетов в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов в бюджеты, которые должны были вступить в силу 1 января 23-го года. Вот смотрите. Вот она, 1 января 23-го года. Видите, цены где были на нефть? На 51. На 51. Вот здесь, если мы теперь идем на курс 2 рубля, да, вот он декабрь, вот смотрите, вот он январь, вот здесь и началась непосредственно эмиссия рубля. И если мы посмотрим на непосредственно наш чудо-график, как это проходило эмиссия, вот он получается 1 января, начало этой эмиссии. 16-454, потом 16-274, потом 16-616, потом 16-855, потом 17-349, 17-538, 17-998 и в августе мы выходим на пик 18-395. Вот и все, господа. Вот и все объяснения, откуда это все было. Дело в том, что рубль был напечатанный, а для того, чтобы непосредственно можно было управлять курсом, да, почему мы и смотрим юань, нужно было иметь какую-то валюту, которую можно было продавать, когда курс доллара, например, против вас растет. Какой? Юань, потому что доллар и евро был запрещен, а вот юань как раз, собственно говоря, был той самой дружественной валютой, по которой ЦБ и Минфин могли работать. И вот именно в этой секции юань к рублю расчетом на завтра эти все операции проходили. И вот смотрите, если мы посмотрим, опять же, декабрь, вот он, январь, смотрите, все вот отсюда и началось. Вот они пошли закупки юаня. А покупались они не на экспортную выручку, да, потому что еще раз говорю, смотрите, у нас вот этот график четко показывает, да, сколько мы недозарабатывали. То есть практически с декабря не был добор бюджет, абсолютно. Цены не выходили там даже за 60 практически. Там они чуть выше иногда выходили, но все равно это было не 70, не 75. И цены на нефт-бренд, если мы посмотрим, они как раз не сразу так упали, да. В декабре они еще были в районе 87 как раз. А потом, а нет, подождите, в декабре они были как раз у нас практически на минимуме 76. Потом, как раз к январю, они еще попытались вернуться на 87, пока вот туда, куда они сейчас только-только возвращаются. Потом начали действовать американские потолки, начались разговоры про рецессии 5-10, повышение, укрепление доллара. И вот, собственно говоря, все это привело к тому, что цены упали. И, естественно, бюджет Российской Федерации не добирал. Поэтому, так как деньги были заморожены, а физические в руках, как говорится, получать Минфин ЦБ не мог, да, то, соответственно, было принято решение печатать рубли под те замороженные резервы, которые были. Но только не просто печатать, как говорится, в неограниченном количестве, как это делают американцы, а именно в рамках исключительно тех замороженных резервов, которые есть. И также, соответственно, как только приходила бы выручка, достаточная для нового бюджетного правила, и, кстати, смотрите, бюджетное правило тогда поменялось. Это старое бюджетное правило, я вам прочитал. А новое правило уже 9 триллионов. И там задача такая, что если выше 9 триллионов, то, соответственно, в кубышку, то есть в фонд национального благосостояния, а вот туда уже кладут не напечатанные, а приходят доллары и евро, которые приходят с экспортной выручкой. Соответственно, Минфин их продает, тем самым, соответственно, корректируя курс доллар-рубля, евро-рубля и так далее. А уже непосредственно ЦБ покупает на этой юане, на курсе, вернее, на секции как раз юань-рубль-тамароу, то есть завтрашним днем, вот ровно вот этот график, и отправляется непосредственно в фонд национального благосостояния. А если картина обратная, то есть, например, доходы падают ниже 9 триллионов, то, соответственно, ту же выручку, которая сейчас формируется, на самом деле вы должны понять, кубышка формируется новая, старая, замороженная, к ней доступа нет, она там пока вообще нет доступа. А это формируется новая кубышка, которая непосредственно заполняется реально юанем, который уже, как говорится, золотом, акциями и так далее, которым есть доступ. То есть те, которые будут продаваться в условиях, если там опять начнется нехватка бюджета, и тогда, соответственно, уже не печатаю рубль. Вот что важно. То есть мы сейчас проходили такой переломный период адаптации, скажем так, потому что нужно было приспособиться как раз к этой ситуации, когда не хватало непосредственно доходов нефтегазовой выручки, и в то же время не было кубышки реальной, и пришлось формировать новую. Вот и все, господа. Поэтому, смотрите, вот эти все непосредственно события, связанные с долларом, они, безусловно, будут отражаться на курсе доллар-рубля, однозначно. Но управление всем курсом доллара будет вот здесь. Вот здесь, на графике юань-рубль. И я вам говорил, что если хотите понимание иметь и прогнозировать его правильно, не просто чертить, нарисовать, да, вот это все, что начерчено, это не от балды взятого. Вот смотрите, я не беру какие-то максимумы, да, там хаи, лаи, ничего не рисую, нет. Все основано исключительно на действиях Центробанка и Минфина. То есть все имеет абсолютное, как говорится, обоснование. И обратите внимание, все эти уровни четенько легли и четенько отрабатывают. Потому что это все не художество, это фундаментальный экономический, финансовый анализ, геополитический, переложенный на график. Это, как говорится, большая разница, да. Поэтому вот такой у нас, собственно, график для, как говорится, прогнозов. Отталкиваемся от юаня. Еще раз говорю, на этой неделе мы в итоге заканчиваем так, что закрываем с большой вероятностью на следующей неделе, что есть вероятность еще укрепления рубля. И, как я уже сказал, тут диапазон пока у нас сохраняется 94-92. Но если пробьем 92, то уходим на 91-90-50. Вот так. И по евро, соответственно, как я уже сказал, это будет, соответственно, 101-101-50. Вот где-то 101-150. Вот так вот, вот в этой зоне. Это тоже, соответственно, только при том условии, если, соответственно, у нас юань пробьет, господа, 12-80. Не будет пробоя 12-80, не будет укрепления. А если мы начнем пробивать 13-й, то есть вначале 12-90, потом 13-й, да, то есть юань начнет выходить в этот диапазон, сразу ждите ослабления рубля и сразу роста по доллару. Если ЦБ, естественно, ничего делать не будет. А мы это сразу увидим, если юань начнут отпускать. Потому что надо понимать, что здесь будут проходить зеркальные сделки, так называемые сделки зеркалирования, да. То есть ЦБ для того, чтобы дополнять бюджет, а он в любом случае это будет, а именно не бюджет, простите, а вот эту кубышку, фонд национального благосостояния, он должен будет покупать юань, и тем самым автоматом девальвируя рубль. Но при этом должен Минфин продавать выручку вместе с экспортерами и так далее, и корректировать этот курс. В итоге должен быть диапазон, устойчивый курс, ровно то, к чему стремится любой, как говорится, банк, Центробанк любой страны, да. Не вот такие вот скачки, а ему нужен вот такой диапазон, вот как вот здесь вот, вот так вот, устойчивый, стабильный, и чем дольше, тем лучше, да. А дальше уже там в зависимости от ситуации, нужны там больше экспортерам, как говорится, помочь, соответственно, ослабляют. Нужны внутренним, как говорится, импортерам там, как говорится, тогда, соответственно, наоборот, укрепляют и так далее. То есть все зависит от того, что, какие стоят задачи перед правительством. Но непосредственно само воздействие на доллар, и если ЦБ не будет участвовать в этом процессе, однозначно будет определяться и этими событиями, те, которые мы с вами разбираем каждый день, смотрим. Вот сегодня особых событий не было. Я вам скажу, что сегодня вообще, в принципе, управление все идет исключительно и долларом, и рынками, исключительно за счет облигаций, за счет того, что вот как раз ситуация с плохим размещением, распродажа. Хотят они очень сильно загнать непосредственно всех в этот госдолг. Поэтому этот процесс происходит. И я вам сразу скажу, господа, на следующей неделе будет очень серьезное событие, очень-очень серьезное, которое очень сильно повлияет на курс доллара. Значит, смотрите, вот, кстати, по юаню, да, а непосредственно который у нас офшорный, вот как раз он тоже определяет у нас стоимость по курсу доллар-рубля, потому что чем он начинает тоже становиться сильнее, тем, соответственно, это тоже девальвирует определенным образом рубль, да. Но мы помним, что когда он падает, ЦБ, как правило, его тоже закупал. Это тоже своего рода такой процесс, который, как говорится, бывает взаимоисключающий. Так вот мы видим, что сегодня конкретно, да, юань непосредственно в шуме начал расти. Там вообще ситуация в Китае достаточно непростая. У них там сейчас эпатичный кризис, типа, назревает якобы, ну, по крайней мере, об этом сейчас говорят. И, соответственно, все говорит о том, что Китай будет снижать ставку. Вот я даже покажу непосредственно в телеграм-канале. У нас есть такая информация по поводу того, что все-таки они планируют, кстати, вот смотрите, тоже важный момент, господа, потому что впереди все-таки ждем от самого главного события, это БРИКС, а он пройдет 21-24 августа, да, с 21 по 24. И вот председатель Канэр Сен-Зимпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС, сообщил Китайский Мин. Это очень важно, потому что, на самом деле, все говорит о том, и вот, между прочим, вот эти продажи облигаций, да, они тоже неспроста, господа, проходят, потому что с большой вероятностью, те же саудиты, например, не зря их скинули, я больше чем уверен, с большой вероятностью может быть отвязка, во-первых, цен от нефти, это очень важно, потому что доллар от нефти отвязать, это первый, как говорится, путь для того, чтобы полностью уходить постепенно в дедолларизацию. Потому что доллар, на самом деле, давит на цены на нефть, они все это прекрасно понимают, саудиты, ОПЕК и так далее, и, естественно, никто не заинтересован в том, чтобы был такой инструмент, который просто тупо может использоваться как оружие. Поэтому они избавляются от облигаций и так далее, потому что здесь с большой вероятностью достаточно просто принять, договориться о том, что все, как бы, цены на нефть, там, например, нефть в долларах, например, конкретно ОПЕК продавать не будет, а будет продавать в национальных валютах. То есть, смотрите, даже можно не принимать, допустим, там, ну, если не удастся договориться, например, о какой-то единой валюте, БРИКС, да, то можно просто тупо, как говорится, договориться, принять такое уже соглашение, то, что, например, там, картель, члены ОПЕК, ОПЕК+, не продают нефть вообще в долларах. То есть, в долларах можешь продавать, например, Америка сама, да, свои там, как говорится, нефть, да, а вот конкретно там члены ОПЕК и так далее в долларах не продают. Все, это будет уже, это очень будет сильный удар по доллару, потому что спрос на него всегда создавался искусственно, за счет того, что прежде всего нужно было покупать, например, нефть, иди покупай доллар. Поэтому это так всегда и работало. А сейчас видно, да, что раз саудиты избавляются от облигаций, значит, с большой вероятностью они все-таки тоже рассматривают вариант, что, скорее всего, там все-таки в БРИКС будет какое-то серьезное решение, связанное, прежде всего, с вопросами дедоларизации. Американцы сейчас изо всех сил пытаются опять использовать, пока у них, как говорится, сила еще какая-то остается. Вот они всех загоняют в облигации. Все вот эти падения рынка, укрепления доллара, это все связано именно с этим процессом. Смотрите, как непосредственно росли доходности. А доходность облигаций десятилетних, смотрите, она практически на пике, на максимуме. Вот сейчас идет коррекция, по факту они просто были на максимуме. А коррекция почему идет? Ну, потому что начали покупать. Вот они загнали. С биткоина я вам показал, как высадили всех. Почему? Это все ликвидность, это все ликвидность. Они пытаются сейчас уничтожать вот эту денежную массу, которую напечатали во время пандемии. Потому что в биткоин как попало такое количество денег? Когда биткоин рос? Именно тогда, когда была пандемия. Была пандемия. В этот момент, я вам сейчас покажу, просто даже на этом графике, например, по биткоину, чтобы вы просто понимали. Потому что, чтобы ориентироваться по курсу доллар-рубля, господа, надо понимать хотя бы, как работает доллар. Потому что каналы, которые там прогнозируют курс доллар-рубля, не понимая вообще процессов, как работает доллар, я иной раз их просто не понимаю. Я слушаю их анализ, так ради интереса, и я просто шок и даю. Потому что, на самом деле, я понимаю, что люди просто не знают даже, что такое доллар, как на него влияет и так далее. Но прогнозируют курс доллар-рубля. Вот смотрите, биткоин. Далеко ходить не надо. 66 тысяч, 64 тысячи и так далее. Вот эти пики, когда это было? Это пандемия, господа. А как это происходило? Печаталось огромное количество вертолетных денег. Огромное количество. Это были деньги, не обеспеченные ничем. Тогда это было для того, чтобы Америка, так сказать, свою экономику попыталась удержать. Что были с этими вертолетными деньгами? Их давали всевозможных, там, как говорится, гражданам. А что делали граждане? Они, естественно, там не хотели работать и так далее. Я помню, как Америка очень долго возвращалась к тому, чтобы начал работать рынок труда, потому что получали пособие по заработке, а работать никто не хотел. Они шли и покупали биткоин. Покупали, 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 покупали. И здесь вот вся эта ликвидность, вся вот этого напечатанного доллара, она туда и уходила. Уходила, уходила, уходила. Деньги-то напечатанные, пустые. Они ничем не обеспечены. И вот, собственно говоря, их фактически превращали в реальный актив, в биткоин. А дальше что произошло? Естественно, всю эту ликвидность, когда американцы поняли, что они напечатали хрен знает сколько, надо эту ликвидность изымать. А как ее изымать? Выключаешь риск он и начинаешь просто банально, тупо валить рынок всевозможными ставками, повышениями. Сейчас американцы, кстати, прям вот, если вот я там вам показал, да, что денежная масса в России выросла именно вот из-за этих причин, то в Америке, наоборот, они сейчас пытаются это сократить, потому что отпечатанный станок, он, как я уже говорил, он бесконечно отпечатать не может. Вот они и делают, они пытаются сейчас эту ликвидность оттуда достать. А куда вся эта ликвидность должна пойти, господа? Ну, конечно же, вот сюда. Ну, конечно же, вот сюда. Вот сюда они пытаются загнать, в госдолг, в госдолг США. Вот они, собственно говоря, этим процессом занимаются. А как туда загнать? Ну, вот так как раз для этого и требуется, как говорится, где мы здесь вот, да, здесь безусловно смотрели. Сейчас. Да, вот здесь я его включил. Смотрите, здесь как раз и требуется что сделать? Напугать всех, закричать по поводу дальнейших повышения ставок, рецессии и торможения экономик. Рынок весь испугается, начнет сразу выходить из акций. А где защитный актив? Вот он. Доллар и облигация. Вот туда все и потекло. Вот и все. Поэтому, соответственно, доллар на этом и растет. Я вам поэтому и сразу предупредил, что индекс доллара сам по себе будет укрепляться. И этот процесс будет продолжаться. И я вам сразу скажу, на следующей неделе это будет очень серьезное, на самом деле, событие, которое могут сильно укрепить доллар. Но еще раз говорю, БРИКС и так далее, он впереди. И это, соответственно, может тоже неплохо, как говорится, повлиять. Теперь смотрите, господа, еще один момент. Начальники штабов обороны КАВАС в ходе сегодняшнего заседания в Гане обсудят дату начала интервенции в Нигер, сообщает РФИА. потенциальных участников операции как минимум пять. Нигерия, Сенегал, Кодевар, Бенин, Винея, Биасау отмечают здания. То есть, вот у нас новое событие, да, которое, соответственно, тоже что происходит? Опять некие риски, опять некие возможные экскалации и прочее, опять бегут в доллар. В доллар и в облигации. Но тут еще должны бежать в золото. В золото пока не бегут, потому что, наверное, оценивают это все-таки маловероятно. Но понимать это надо, что эта ситуация, она тоже имеет, как бы, быть. И она в любой момент может тоже развернуться. Теперь смотрите, еще один момент. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, по поводу рубля и, соответственно, как это тоже будет важно с бюджетным правом и так далее. Тем временем, биржевая стоимость летнего дизельного топлива в России, бензина марки АИ-95 и топочного мазута в четверг обновила рекордные значения. Вот это к вопросу о том, что делают нефтяники. Они, собственно говоря, на фоне девальвации рубля экспорт топлива из России стал гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок. Что и требовалось доказать. Вот так у нас всегда разгоняется инфляция. Вот она, пожалуйста, тоже, соответственно, тут же пошла вверх. О чем это говорит? Что, конечно же, тут нужно сдерживать курс. Нужно сдерживать курс. Девальвация рубля уже такая быть не должна. Вот. Вот, собственно говоря, мы и пришли к тем самым балансовым, как говорится, механизмам, которые говорят нам о том, что друбль должен укрепляться. Но доллар будет расти. Вот такая, господа, получается картина. На этом я вам хочу напомнить, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трэдверклаб, анализ акций. Там у нас реальный клаб, господа, потому что вот в чате у нас он абсолютно живой. Люди сами, подписчики всегда все сами туда скидывают. Также общаются. Непосредственно админы тоже с каналом всегда общаются, и я в том числе. Поэтому всегда можем друг другу там что-то сказать, подискутировать, обсудить и так далее. У нас все это не запрещено. Вы не являетесь там просто каким-то пассивным зрителем, а по-настоящему участвуете в таком же клубе таких же единомысленников, как и вы. Также напоминаю, что смотрите, на следующей неделе, в воскресенье, я буду делать обзор. То есть смотрите, каждый день мы, естественно, делаем обзоры, собираем все вот эти события. И еще раз говорю, господа, на доллар будет влияние очень сильное. Доллар на следующей неделе с большой вероятностью пойдет вверх. И вот тут вопрос, как будет действовать Центробанк или Минфин. Это будем смотреть уже на следующей неделе. Закрытие неоднозначное, больше говорящее о том, что, скорее всего, ослабление по рублю еще продолжится, то есть рубль, я имею в виду, будет еще укрепляться. Но очень пока в коротком диапазоне. Пока такая картина. Соответственно, будем смотреть каждый день. Будем смотреть эти события, смотрим, как, соответственно, вот этот график у нас будет отрабатывать по юаню и, соответственно, соотношение ко всем валютам. Поэтому за этим мы каждый день следим. Также напоминаю, что в пятницу делаем вот такой вот итоговый выпуск. Сегодня я все-таки постарался вам немножко побольше дать информации, особенно тем, кто новенький, для того, чтобы все-таки понимание было. И, соответственно, в воскресенье, господа, там будет, еще раз говорю, очень серьезный календарь. Поэтому очень будут серьезные события. Там одна из важных, скажем так, вещей, это Джексон Холл. Там будет сборище всевозможных банкиров, рейсников и прочее. Будут определять судьбу финансового мира на следующей неделе. Поэтому, на самом деле, как бы, календарь будет серьезный. И это будет, естественно, воскресенье. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, то обязательно, как говорится, посмотрите. А те, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Потому что, если вы хотите не просто заниматься художествами, да, мы тоже можем позаниматься немножко художествами, но эти художества у нас оправданные, да, они не просто там начерчены по хаям, по лаям, по уровням Фибоначчи и так далее. Также мы не занимаемся предсказаниями, гаданиями на кофейной гуще, когда там пишут, сбылось, не сбылось. Сбывается у вас, наверное, желания какие-то, да, а вот мечты, а вот непосредственно на рынке, да, такого не бывает. Сбылось, не сбылось. Есть прогноз, при том, сразу говорю, да, те, кто играют на рынке, проигрывают сразу. Рынок, это работа, работа серьезная, глобальная, которая заставляет реально поработать мозгами, если они у вас, как говорится, могут работать, потому что у некоторых иногда в комментариях вызывает это сомнение. Ну, а на этом, господа, я заканчиваю. Также напоминаю, что если не хотите ничего пропустить, понимать действительно, что на самом деле происходит, какие задействованы механизмы и так далее, потому что еще раз говорю, те, кто прогнозирует курс доллар-рубля, когда я вижу там канал называется курс доллар-рубля, там, да, или курс доллара, идешь, смотришь видео, а там человек даже просто не знает, как работает механизм банально просто индекса доллара, да, что на нее влияет, как он, от чего зависит, где, когда он может сам лично укрепляться или нет. Соответственно, воздействия, как говорится, всевозможных там Центробанка, Минфина, регуляционных мерчек тоже не учитывает, но черти, трясует от души, стрелочки, коридорчики и так далее. Поэтому, ну, смешно, господа, если не хотите заниматься вот этой херней, то тогда подписывайтесь и будьте в курсе.